Всем привет, друзья! Вообще сегодня выпуск про откат после пептидного препарата, который я колол на протяжении трех с половиной месяцев. Именно настолько мне хватило трех флакончиков этого препарата. Да-да, я его использовал полностью. И уже примерно около трех недель, может быть немножко побольше, я его не использую, потому что он закончился. Производитель этого препарата утверждает, что никаких откатов от него нет. Но я вам кое-что сегодня расскажу. Главный плюс этого препарата является его главным минусом при отказе. Ну для начала вам, наверное, всем интересно, почему я вот так сижу, почему я такой нарядный. Это не просто так, ребята, вчера я немножко потерял свою целостность. Думаю, вам всем будет интересно. Вон, видите, это что? Это я упал с самоката, и самое жесткое это вот здесь. Потому что я вчера упал и встать не смог. В рубашке я сижу, чтобы у меня засохла вот эта рана, потому что со вчерашнего дня она до сих пор не засохла. А когда что-то прилепишь, вообще плохо заживаю. Давайте немножко расскажу, что случилось, потому что до сих пор я ходить не могу нормально. Сейчас до ковыляю, подождите, покажу вам. Короче, я решил сделать ремонт в своей хате, вот окна оббить, и, конечно же, по бокам тоже вот эту всю тему ламинатом забить. Решил сам сделать, ребят, сам, абсолютно все сам. Никогда подобных вещей в жизни не делал, и вот, думаю, надо бы попробовать, на что я способен. Купил всякие материалы, пенофлекс, макрофлекс, клеи там, ламинат и так далее. Короче, проблема заключалась в том, что у нас зимой вот здесь образовались огромные дыры. И воздух, короче, ветер и все остальное, холод весь, он проходил вот сюда в комнату, и в комнате было очень холодно. Началось все с того, что я решил замуровать эти дыры. Тут была дыра огромная, и вот там. То есть ветер реально прям проходил через эти дыры. Я купил макрофлекс, зафигарил все пеной с внутренней стороны и даже с внешней стороны. Я вам сейчас покажу. Вон, видите, там, короче, все в пене. Это надо будет подрезать все. Но прикол в том, что я решил сделать все это максимально надежно, чтобы уже ничего не продувало, чтобы на века стояло. Короче, пеной зафигарил снаружи, снутри, все. Потом силиконом залил. Думаю, ладно, сейчас подшлифую, все подсохнет, подшлифую, и закрашу просто белым, будет офигенно. У меня после ремонта в тех комнатах оставался ламинат, он лежал вот там на шкафу. Я подумал, лишний ламинат, блин, почему бы его не использовать, чтобы просто так не лежал без дела. И ремонт пошел дальше, ребята. Я решил зафигарить вот здесь все ламинатом, вверху тоже, видите, оп-оп-оп, вот так вот. Уголками все зафигарил. Единственная проблема, конечно, что у этих уголков как-то непонятно. Ты его прилипаешь к одной стороне, да, допустим, вот сюда вниз, вниз, а сверху у тебя образуется небольшая щелка. Я не знаю, почему так, это я пофиксить не смог. Потому что либо в одну сторону лепишь, либо в другую. Ну, вот так вот, я не знаю, почему так. И в итоге, как бы, такие щелки торчат. Но это пофиг, ладно. Все-таки я делаю ремонт сам первый раз. И так как из-за конденсата вот тут все было в плесень, я решил все обои содрать нафиг. Вот, видите, все содрал. И решил еще ламината докупить, зафигарить его на стены вот сюда вот, чтобы было все красивенько и все закрыто. Нормально, да, я начал видос про фарму, а в итоге уже рассказываю про ремонт, про свои ушибы, травмы. Зашибись. Ну что, я блогер, е-мое. Короче, погнали обратно в комнату. Расскажу вам... Твою мать! Япона-конь. Расскажу вам, зачем я все-таки поехал и как я убился. Как вы видели, там ремонт не доделан, потому что там нужно нарезать вот этот ламинат и кусочками вставлять. А пилить пилой это все очень долго, потому что у меня есть только пила для железа, там зубчики вот маленькие как раз, которые нужны, чтобы не порвать этот ламинат, чтобы он кусками вот так не разлетался. Вот, это очень долго и напряжно. Я решил просто поехать и купить электролобзик. Собственно, заехал в один магазин, блин, потом поехал в другой, думаю, в прошлом магазине дешевле, поеду туда куплю. Начал ехать в тот магазин, блин, там какая-то лужа была после дождя, я вообще не ожидал, что там будет глубокая яма. Я объезжаю эту лужу, и получается, что я не по центру лужи проехал, а вот так немножко объехал ее со стороны и воткнулся колесом, короче, на самокате в эту яму нафиг. И колесо просто ушло туда, вовнутрь нафиг. Я понятия не имею, какой глубины там яма, е-мое, но я просто перелетел через руль и пролетел просто метр два с половиной, может быть, три, просто. Ну, вы понимаете, скорость самоката 25 километров в час. Я просто на максимальной скорости воткнулся в эту яму и улетел через руль нафиг туда. Все люди просто охренели. Подбежали сразу человек семь ко мне. Говорят, ты жив, все нормально, а я встать не могу. Просто я пытаюсь встать, у меня еще шок нафиг, везде кровь, с рук течет кровь, везде. Встать не могу, у меня нога. Я только начинаю вставать, и у меня они менее такое, знаете, вот когда спазмы в мышцах происходят, и очень сильно мышцы на это сокращаются, напрягаются, и вот такая дичь у меня прям в бедре была. Япона мать! И начинает все анимевать, короче, я думаю, все, как-то сломал, наверное, таз. Люди такие, давай, давай, помогу тебе встать, руку мне дают, я пытаюсь встать, короче, а у меня вот эта мышца напрягается, короче, вот прям здесь где-то вот эта мышца тазовая напрягается, и лютейшая просто боль, невероятная, е-мое. Я вот сейчас даже подвинулся, она напряглась, и такая боль. Прям, знаете, простреливает так, бум. На второй день сейчас уже получше значительно, я могу хотя бы ходить. В первый день я даже в скорую залезть не мог, меня просто заносили за две руки вот так, блин. Это жесть была. Короче, встать не могу, блин, лежу на асфальте, минут 15 лежал, люди вызвали скорую, скорая что-то проехала мимо нафиг, где-то там запуталась, не могла найти меня нафиг, вернулась, потом минут, короче, через 20-30 скорая приехала. Говорят, сможешь до скорой дойти? Я говорю, нет, не смогу, мне даже не встать. А, и, кстати, про самокат. Колесо у самоката вообще не двигается, там что-то все зажало, я не знаю, короче, жопа самокату. В итоге сотрудники скорой берут меня вот так по две руки и понесли меня в скорую. А мне же еще нужно было залезть по ступенькам, это был ужас просто. Японо-кони, там такая боль, просто ногу поднимаешь и как стрельнет. Короче, с горем пополам залез. Привезли меня в больницу, сделали рентген, врач сказал, что на рентгене каких-то явных там признаков перелома нет, но есть какое-то подозрение. Говорит, надо сделать еще компьютерную томографию, чтобы исключить это подозрение, либо наоборот, как бы подтвердить его. Сделали мне компьютерную томографию, там они куда-то эту томографию отправляют в другой город, там в Тарту. В Тарту там расшифровку какую-то делают. Я ждал еще два часа, емое. Пришла расшифровка, и знаете что? Сказали, с тазом у тебя все в порядке, перелома нет, это просто очень сильный ушиб. Типа отбило мышцу, и поэтому ты не можешь ходить, потому что она, ну, травмирована. И когда она только напрягается, каким-либо образом, не знаю, ногу поднимаешь просто, либо начинаешь идти, адская боль просто. Говорит, с тазом у тебя все в порядке. А вот в позвоночнике, говорит, когда компьютерную томографию-то делали, там же как бы такая бобина крутится у них, и часть позвоночника тоже, ну, сканируется. Говорят, у тебя в нижних позвонках, в самых там, в копчике, короче, две протрузии, в грудном отделе грыжа. Я такой, что, блин, зашибись. Я думал, у меня нет никаких протрузий и грыж. У меня как-то давно, наверное, лет 5 назад поясница болела, я ездил на МРТ. Мне сделали МРТ, сказали, что там спондилез, сколиоз, какая-то дичь, вот. Короче, этот мужик, вот, доктор сказал в последний раз, что, в принципе, ничего там за 5, я не помню, 5, либо 6 лет назад, он сказал, за это время, в принципе, ничего не поменялось. А прикол в том, что мне в тот раз не сказали, что у меня есть грыжа и что есть протрузия. Сказали спондилез, сколиоз, я думаю, ну, ладно. Сказали, на начальных этапах. А тут мужик говорит, что у меня протрузии и грыжи, типа, ну, маленькие. То есть, нет ничего серьезного. Говорит, с этим можно жить. Говорит, у меня то же самое. Я говорю, так вам, блин, 60 лет, а мне 30, как бы. Вот. Он говорит, не парься, вообще не заморачивайся. Короче, я узнал вчера, что у меня есть протрузии несколько, и есть грыжа в грудном отделе. Скорее всего, это не все, потому что МРТ не сделали выше. Скорее всего, и в шее что-то есть, может быть, протрузии или грыжи. Потому что, когда я качал шею, у меня, ну, очень плохо все стало после этого. До сегодняшнего дня у меня часто защемляет шею, часто голова кружится, болит шея, голова. Ну, короче, вот такая дичь. Я даже не хочу делать МРТ шею, потому что, ну, скорее всего, там какая-нибудь грыжа будет. И вот в последнее время что-то все вот накопилось, накопилось. То кишечник, то упал, то какие-то грыжи нафиг, то еще что-то. Тыры-пыры, трали-валик, какая-то черная полоса идет. Блин, после черной полосы должна очень длинная быть белая полоса, ребята. Короче, сказали, что этот ушиб в тазу будет болеть примерно месяц. Ё-моё, это плохо. Но на второй день мне уже полегче, я хотя бы могу передвигаться уже. В первый день я ходить вообще не мог. Шаг делаешь просто, и такая боль стреляет, и все, и ты стоишь на месте. В итоге, короче, после больницы вчера вечером я заказал лобзик по интернету с сайта, привезут через 5 дней и продолжу свой ремонт. Кстати, вчера я тоже делал ремонт с больной ногой, блин. Потихоньку, потихоньку. Ну, я не могу. Если я уже что-то делаю, мне нужно закончить до конца, блин. Вот это на стену я прилепил, уголки вот эти внутренние прилепил. Короче, потихоньку ремонт движется. Но сейчас буду ждать лобзик уже 5 дней, надо куски пилить. Короче, по ходу выпуск у меня получился про ремонт и про мои травмы. Ну, а сейчас уже пора перейти, блин, к препарату. Какие же откаты от него? Я напомню, что этот препарат не является стероидным, то есть это не стероидный препарат, это просто пептиды, аминокислотные цепочки. Этот препарат не дает какого-то сильного прироста мышц, силы и так далее. Основной плюс этого препарата, он дает сухость, он реально хорошо сушит. Особенно самое лучшее, что в нем есть, это он сушит локально. Именно локально. Ну и вторая крутая плюха от этого препарата, это очень сильно пампит. Вот ты потренировался, и после тренировки у тебя бешеный памп для фоток просто идеально. Но эти два главных плюса теряют свой смысл, когда вы перестаете колоть этот препарат. Короче, я большую часть времени колол препарат именно в живот. У меня просто сгорел весь жир нафиг на животе, там тоненькая-тоненькая кожа была. И просто бешеная венозность на животе, никогда такого не было. И давайте посмотрим, что случилось после отмены курса. А случилось у нас вот что. Опять начал появляться жир. Это естественный уровень жира в моем теле. То есть, какой процент жира был до препарата, такой он стал после, после отмены курса. А во время курса там просто жира вообще не было. Чтобы вы понимали, когда я колол препарат, у меня под кожу эта жидкость заходила, и просто шишка образовывалась. Жидкость просто оставалась под кожей. Там не было жира вообще. И когда вы сухой, вам невероятно больно колоть этот препарат. Я не знаю, либо это мне так, либо это всем. Не знаю, короче, ребята. Но когда я колол живот, это такая боль зачастую. Просто капсда. Короче, как вы поняли, два главных плюса этого препарата сразу же отменяются после того, как вы отменяете курс. Естественно, у вас уже такого пампа не будет после тренировок. Естественно, у вас, блин, жир обратно вернется. Ну, короче, капсда. Этот препарат имеет ценность, когда вы колете его постоянно. Ну, реально, вот сидите практически на вечном курсе. Его можно колоть там 10 месяцев в году. Тогда, да, вы будете сухой, вы будете напамплены после тренировочек. Это да, это факт. Но если вы провели какой-то мини-курс, как я, 3-3,5 месяца, то, блин, ну, все вернется обратно. Я не говорю уже о том, что этот препарат не увеличивает как-то сильно силу. Может быть, там на 3-5% это максимум. Вы не получите какого-то бешеного прироста силы от этого препарата. Не получите какого-то бешеного прироста мышц от этого препарата. Если колоть с тестостероном тем же самым, тогда, да, мышцы попрут. Это, в принципе, как тестостерон плюс гормон роста. Тогда будет активный рост. А просто отдельно, если колоть пептиды, ну, такое. И если сравнивать ценник, да, этот препарат стоит около 11 тысяч за флакончик. А флакончика хватает примерно на месяц, может, немножко побольше. Это капсда! Это капсда! Это просто выброшенные деньги, блин, получается, если ты закончил курс через 3 месяца. Если ты не колешь там годами, то нафиг оно надо. Это просто бесполезно. Зато мы провели на мне эксперимент, ребятки. Теперь вы знаете, что пептидный препарат в соло не имеет особого смысла. Да и к тому же, если вы довольно-таки сухой, вам будет больно колоть это. А вот единственный вариант, который тоже не имеет смысла, да, но это самый безболезненный вариант, куда можно колоть, сейчас я вам покажу. Ребят, большая просьба, не забывайте по ссылке в описании перейти в Сашин телеграм-канал, где он делится секретным софтом, который работает в игре Королева на ракете. Я уже показал, как я с 5 тысяч делал 98 тысяч. Просто забираешь его программу и делаешь x5, x10 к своему банку. Ссылка в описании, залетай. Да-да, как многие из вас уже, наверное, догадались, это укол в задницу. Так как в заднице много жира, естественно, и игла тогда входит безболезненно, плюс-минус. Я думаю, в любом случае стоит по моему методу делать, вот так потыкивать, потыкивать немножечко, чтобы определить, где мертвая зона, где там нет нервных окончаний и так далее. Тогда вообще просто идеально входит и ничего не чувствую. Я именно своим методом, вот потыкиванием тоже проверял и колол в задницу так же. Так не советую делать, потому что можно занести заразу там и так далее, но я пользовался салфетками этими спиртовыми и все нормально было. Единственный минус укола в задницу, естественно, это то, что там вам не нужно сжигать жир. Вам нужно сжигать жир на животе, не знаю, там где-то еще, на ляхах и так далее, но не на жопе. То есть самый большой плюс препарата превращается в ничто. Вы просто будете сжигать жир на жопе. А зачем вам это нужно? Вообще не нужно. Но мне уже ничего не оставалось делать, потому что в ляху колоть очень больно. Я пробовал в живот колоть очень больно, особенно когда у тебя жира нет, там вот эта жидкость скапливается под кожей, просто распирает и ощущения вообще мерзкие. Единственный вариант, куда мне оставалось колоть, это в задницу. Просто как минимум, чтобы добить этот препарат до конца. Потому что если бы я колол по-прежнему в живот, то у меня пошла бы какая-то дистрофия ткани. Ибо там жир уже прям на минимальном-минимальном количестве был. Вроде бы это называется липолезная дистрофия, что-то такое. Короче, когда у вас очень мало жира, по факту одна кожа осталась лучше колоть туда, где есть жир. Если вы не боитесь уколов, если вам пофиг на эту боль, колите, не знаю, в ляхе, куда-нибудь еще. Вообще пофиг, в плечи, по барабану. Мне просто везде больно было колоть. Единственное место, куда не больно, ну плюс-минус, это задница. В принципе, когда я колол в задницу, у меня не было тремора вот этого. Руки не тряслись перед уколом, блин. Я просто потихонечку так потыкал, потыкал и оп, вставил, блин. Ядрить, колотить опять потыкал, потыкал и вставил. И все связано с жопой. Да что ж ты будешь делать? Короче, ребята, кто боится уколов, самый безболезненный способ это задница. А на этом, я думаю, мы заканчиваем выпуск, потому что он получился такой объемный. Я много о чем рассказал в одном выпуске. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. И не забывайте про сайт bistesthetics.com. Там лучшая программа тренировок для натуральных атлетов. А мы увидимся с вами в следующем выпуске. Пока.